Глава пятая. Полюбите свою болезнь. Полюбите свою болезнь так же, как мы любим свои глаза, которые выполняют функцию зрения, видения. Так же, как мы любим свои уши, которые помогают нам слышать. Так же, как и ноги, которые помогают нам двигаться. Так же, как и всё остальное в нашем прекрасном теле. Можно и нужно взять это за аксиому. В этом мире всё имеет причину. И для чего-то это очень нужно. В этой главе хочется раскрыть тему, ответив на вопрос. Почему или для чего болеют мои дети, а не я? Почему болеют мои родственники, а не я? Для чего болеют люди вокруг меня? Дети, родственники, да и все люди — это тоже наше отражение. Продолжение кино, которое создаётся в нашем мышлении. Они показывают нам то, что мы создаём, и берут на себя из любви к нам наши болезни. Всё, что мы не хотим упорно замечать в себе, мы подавляем любыми способами. И мы подавили эти сигналы, которые перед нами давно уже всяческими способами маячили. Но так как мы закрываем на многое глаза, придётся создать такие условия, как, например, болезнь близких, чтобы мы уже не смогли от этого отмахиваться. Наглядный пример ДЦП у ребёнка в предыдущей главе. Ребёнок взял на себя роль. Конечно же, у него свой опыт и свои желания прожить так свою жизнь. Но пришёл он именно таким в жизнь матери. Для неё пазлы желаний всегда совпадают. И мы резонируем друг с другом, играя роли, специально подобранные. Сын для матери играет роль её отражения. И, соответственно, если мы осознаём причины, сигналы тела и начнём жить по-другому, то и отражение во внешней картине мира изменится. Нам не придётся подавлять сигналы для себя. Представьте, что все сигналы тела — это разговор нашего тела. Оно говорит «Ты вот живёшь вот так. Твой образ мыслей и жизни такой». Он нам говорит и говорит, чтобы мы обратили на это внимание. И нужно время, чтобы изменить образ жизни и мыслей, перестроить свой уклад жизни, чтобы тело перестало об этом говорить. Приведу такой пример с костром, где я, источник боли, назову костром. Например, боль. Мы взяли и опустили руку в костёр. Тело через руку говорит нам «больно». Это говорит о том, что зачем мы туда её суём. Мы неправильно пользуемся костром. Что обычно делают люди? Метафорически просто представьте. Обратите внимание на то, что мы делаем с источником боли. Первое. Мы начинаем пить обезболивающие таблетки, чтобы рука не чувствовала боль. Когда она в костре. И продолжаем её держать. То есть, мы обычно не убираем руку из костра. Мы прекрасно видим, что залезли в боль, но не выходим оттуда. Второе. Мы начинаем думать по привычке, что костёр — это плохо. «Больше я костром никогда пользоваться не буду, потому что он вызывает боль. Нужно бежать от источника боли». Вот так мы по жизни заглушаем боль. Но при этом ничего не делаем с этим. Либо мы убегаем, либо терпим и страдаем. Не забывая отрицать всё, что вызывает боль. То есть, мы начинаем думать и говорить, что костёр — это плохо, костёр — это вообще ужас, костёр меня убивает, как это выбросить из своей жизни. Мы начинаем закрываться и избегать источника боли, при этом продолжая страдать, причитая, бесконечно вспоминая, перемалывая косточки, охая, делясь с подружками, как всё плохо и больно. Считаем, что боль — это очень плохо, и ожоги — это плохо. Я не хочу, чтобы тело мне говорило, что я горю, моя рука горит. Вы понимаете, что мы делаем? Мы не работаем с причиной, не исследуем её, наделяем костёр чем-то ужасным и плохим, пытаемся избегать все последующие костры и продолжаем при этом держать руку в первом. Что делать, если вы понимаете всю эту абсурдность ситуации? Во-первых, нужно понять и признать, что боль — это хорошо, это естественный сигнал о том, что мы горим. Во-вторых, нужно просто понять, как это использовать. Мы не так используем всё, что у нас вокруг в жизни есть. Всё, что вокруг нас происходит, нам нужно. Мы просто не умеем это готовить. Это как в анекдоте. Как тебе, кот? Да, что-то невкусно. Да ты просто не умеешь его готовить. Мы просто должны понять, что если костёр вызывает боль, то мы его не так используем. А как его можно использовать по-другому? Например, можно не засовывать туда руки и использовать его для того, чтобы согреться и приготовить пищу. И нам не стоит убеждать всех, что костёр — это плохо. Если он вызывает боль, это ещё не значит, что мы должны от него избавиться. Он может отогреть, как минимум, и накормить нас в лесу. Да и вообще, огню применений в нашей жизни очень много. Все наши источники боли, костры, очаги — это наши ресурсы, которые мы должны научиться использовать себе на пользу, а не во вред. И каждый сигнал тела, каждая боль, болезнь просто нам говорят о том, что мы не туда смотрим, неправильно используем. Всё то же самое я описала в предыдущих главах про использование наших шаблонов мышления, убеждений и наших чувств. А в этой решила привести пример с костром и нашими действиями, чтобы было более понятно. И завершая эту главу, я отвечу на ещё один волнующий вас вопрос. Можно ли исцелить своих детей и людей вокруг меня через себя? Если я буду работать с собой, со своим мышлением, это повлияет на окружающих? Да. Об этом я и пытаюсь сказать. Мы творим мир своим мышлением. И мир не заканчивается на нашем теле. Наш мир и за пределами нашего тела. Он как зеркало отражает нас. Если мы желаем увидеть в зеркале другое отражение, то нам стоит работать с тем, кто стоит перед зеркалом, а не бороться с этим миром и со своим же собственным отражением. Внимание! Только не нужно думать, как может измениться человек, излечиться от болезней, как могут измениться обстоятельства. Не нужно впадать в ожидание и ждать решений и исцелений. Мозг всегда придумывает картинки будущего и пытается за них зацепиться, тратит много энергии на это воплощение и не дает другим менее энергозатратным и идеальным вариантам событий свершиться. Позвольте будущему свершиться без вашего вмешательства и планов. С интересом наблюдайте, как начинает меняться мир, но не подтягивайте его под картину мира, которую вы хотите видеть. Существует бесконечное множество наилучших вариантов событий, но вы зацепитесь за тот, который не может воплотиться и не даст прийти другим изменениям. Не знайте, как оно будет. Наша задача — не кино поменять и людей в нем, а в себе разобраться с помощью людей, которые пришли к нам в нашу жизнь, помочь в этом. И настроить проектор нашего мозга, начать творить мир без страданий и не пытаться убрать эти страдания в проекции, что сделать невозможно. Близкие болеют не для того, чтобы мы их лечили, а ради нашего исцеления. И будут делать это до тех пор, пока мы не осознаем это и не исцелимся. Резюме. Себе и близким мы можем помочь, работая только с собой. Все в этом мире для чего-то нужно. Все наши источники боли — это наши ресурсы, которые мы пока используем во вред. Нужно находить в любых событиях пользу. Задавайте себе вопрос, а как это обернуть в свою пользу? А у этого есть еще какое-либо применение? Если мне это не нравится, возможно, я не так использую. Болезни и больные люди приходят в нашу жизнь, чтобы исцелить нас. Не впадайте в ожидания и не рисуйте картинки будущего, какие вы хотите видеть. Не ждите исцеления. Сосредоточьтесь на себе. Просто знайте, что вы и близкие уже здоровы, а болезнь — это здоровая функция организма. С интересом наблюдайте изменения во внешнем мире, чтобы отмечать, насколько мы изменились, но не конкретизируйте, как это должно происходить. Близкие болеют не для того, чтобы мы их лечили, а ради нашего исцеления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok